ну вообще конечно ужас какой тут меня спрашивают что ты видел ли я видел ли я какое-то видео мальцы видели видео где крымчане стоят на коленях восхваляют путина умоляет его победить олигархов которые по их мнению проплачивается обамы ну это да конечно не я не видел это видео но я я предполагаю вот что такое возможно потому что мы иногда слышим о том что во всем виноват обама конечно что путин такой молодец и все-все но если это всякие федоровы говорят то уж что там там на проспекте все какие-то флагом стояли такие два опёздового ну правда не больше чем два больше они не находят я думаю денег списали на два десятка на нее там зарегистрировали только мидинг серьезный до идут стояли я кстати 1 1 1 2 подошел спросить ты чё тут делать да да и федоровский там стояли также федоров тебя обманывают денег больше берут а ходит один слава ты веришь в нло ну что такое ну и вот вы хотите спросить инопланетян я не знаю я ни во что не верю но ничего не исключаю да а вот иглы вот я в жизни видел и неоднократно поэтому причем весь саратов видел я уже миллион раз это рассказывал что в газетах прописали приглашали посмотреть и на его люди приходили и видели ты был его я наспор у людей сейф укатил выкатили красть я говорю продать и не продадим вот и где ты его у нас укате если сможешь укатить то тогда мы тебе продадим его ну смысле деньги потом я взял от сейф у них укатил когда они ходили смотрели и ну и вон он 280 килограмм если мы вдвоем его откантовали представляешь потом представляешь у нас сейф украли год это мы у вас его укатили они не поверили вот такие вот дела ну тогда эту в редкость музейный было сейф и а нам нужен был как раз вот что как вы относитесь к шнуру нормально отношусь в общем-то по-разному как тут его наезд очень мне не понравился на на шевчука очень сильно не понравился я как-то это воспринимать негативно но потом вроде как что прекратим какие такие вещи связаны там с кремлем да и я как-то успокоился сразу за тихо человек задал вопрос но я его сначала даже не посчитал нужным прочитать а потом он очень очень волнуется очень задает прям часто что будет с уфсин но после 5 11 17 с федеральной службой исполнения наказания да не ну безусловно это будет несколько другая структура мы говорили и говорили это полтора года назад если вы помните прям специально передачи посвящали то есть те вещам которые будут после революции вот изменение тюремной системы так мы ее называли потому что по-другому не язык не поворачивается ее назвать вот мы предполагали что во первых количество тех людей которые охраняют преступников а так как преступник поначалу будет много поскольку это в основном вот это вот братья которые сейчас кайфует который вместе с путином чем-то выруливает поэтому их изоляция она обязательно для многих изоляция а вы представляете ну то есть это у нас тогда опять будет полстраны охранять полстраны сидеть а полстраны охранять мы не хотим рождать вертухаев поэтому мы там говорили о том что придумали как бы специальные зоны для них где они сами живут сами охраняют сами работают сами себя кормят правда там далековато между индигиркой колымой там большие все расстояния и мы вполне можем там обеспечить нормальную жизнь где они будут существовать нормально и не будут в эту фигню втягивать остальные потому что мы же понимаем что вокруг зоны очень много людей калечутся очень много то есть это и те кто там сидит и те кто охраняет и те кто работает там и все это вот люди с искалеченной психикой нам нужно уменьшать количество тех кто сидит и уменьшать количество тех кто охраняет у нас на этот счет есть очень хорошие значит так сказать наработки к с которыми сильно не согласился эдик он сказал что я не готов участвовать в том что вот те кто значит сидит сами себя судили сами себя охраняли и так далее а мы не готовы иначе у нас просто на это нет времени нет сил слишком много сил у россии положено на какие-то виланчели там я не знаю на какие-то войны с украиной то есть у нас нет на это время нам нужно идти вперед а все что нам мешает пусть она как бы сама в собственном соку варится мы хотим отделиться от этого всего по поводу на вас прошу смотрел и смотрели ли вы район номер девять да конечно район номер девять это где инпланетяне прилетели да на очень хороший фильм да очень сильный фильм когда вот два фильма когда становишься на сторону противное человечеству это аватар и и район номер девять то есть совершенно уникально я даже где-то описал это в какой-то статье вот это уникальное ощущение то есть когда ну самый 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 идентификация как человека начинает размываться то есть ты идентифицируешь себя как человек потому что есть какие-то гуманистские принципы гуманистические какие-то принципы а когда вдруг они теряются то ты вроде как и и не с этими да но это там вот в этой статье я надо ее найти кстати говорю о том что вот из этого произрастает анархия как раз вот это росток анархии вот вот такое ощущение самоощущение отождествление себя со тем что ты считаешь более гуманным даже если она не гомосоответственно люди спрашивают два вопроса на первый очень короткий спрашивает про ольгу ли видимо кто-то вчера не смотрел на все нормально все хорошо передает привет всем нашим зрителям ничего страшного не случилось и второй вопрос про материнский капитал будет ли после известных событий материнский капитал или он будет закладываться бесплатное образование какую-то то есть это будет закладываться в бюджет или все-таки выдаваться наличными скажем так еще раз я тут читал что-то материнский капитал вот сейчас он выдается наличными да то есть там родился ребенок какая-то сумма наличными выдают во-первых мы не будем подходить к материнскому капиталу вот с этой путинской жадной позиции у нас должно быть так что если у женщины есть трое детей то безусловно вообще лучше если двое детей то безусловно она может не работать кормить себя кормить своих детишек оплачивать жилье и жить очень-очень неплохо ну как как во всем мире то есть мы должны добиться этого никак какие материнский капитал о чем речь то есть женщина родила ребенка она должна получить все чтобы она могла в крайнем случае снимать жилье или муниципалитет я снимать должен жилье если у нее ребенок есть что там на пеленке распашонки должны выдать сразу ей не надо чтобы никуда-то бежать мы к этому стремимся и денег достаточно и это как раз те вертолеты бернанке ну куда она их денет если мы дадим деньги она человек увезет туда на панаму были она их не увезет она их потратит здесь она пойдет купит там у кого-то эту смесь для кормления у кого-то соску кого-то пеленку кого-то распашонку система начнет работать все мы туда горющее подбросить наш главная задача отрубить вот эти выходы туда что на виланчели не уходил и все дать это людям и прежде всего тем кто рожает детей вот и все то есть ориентироваться на них но естественно пенсионер хотим мы это не хотим пенсионерку должны кормить инвалидов мы должны кормить как бы кто там не относился и наплевать кто как относится так положено это правильно а как быть с тем что некоторые нации в любом случае больше рожает чем ну что же делать ну во-первых национальный вопрос нужно конечно решать во-первых с той точки зрения что некоторые нации должны быть свободными да в том числе как и мы а потом будем все остальные вопросы решать поэтому я думаю что это не проблема насчет денег сразу два вопроса но отменят ли деньги но это и будем ли бороться с долларом а зачем вообще смысл нет какой день деньги в результате нужно будет делать конечно мы говорили электронные может быть не сразу но в любом случае нужно делать электронные деньги а с долларом зачем бороться салют минус представьте как какой оборот долларов может быть на территории россии если будут электронные деньги что ты сделаешь с долларом куда ты его засунешь на чё ты его поменяешь доллар на доллар ну взял ты в ну и чё ты с ним будешь делать с этим домом происхождение в откуда ты его взял то все сразу все все упирается в невозможность его никуда истратить этот дом их просто нужно фиксировать и все больше ничего не нужно то есть мы не хотим с них ни налогов получать если человек его привез откуда там за рубежа подарил ребенку на день рождения ну ради богу положил его там на валютный счет или еще что-то но оборачиваемость будет нулевая таких денег вообще никакой поменять на электронные деньги ты можешь ради бога вложить положить поменяй но происхождение будет видно эти денежки пустословие пишут ну что ж посмотрим и видишь вот как-то в норвегии в швеции почему так не считает пустословием а считает государственной программой а здесь вот все все что не происходит здесь все пустословие вот путин блять с филанчелями это не пустословие это охуенно а вот это пустословие когда хотят сделать что-то путевое на стран парадокс ладно саратовский мечтатель у нас был один кремлевский мечтатель мы знаем что получилось пусть будет саратский мечтатель очень хорошо спасибо большое драма момента надо так можно первый момент это напоминаем в прошлый раз мы забыли в этот раз напоминаем у нас есть резервный канал мы про него уже говорили он находится в описании под видео описание текст который у вас проведя пока он называется безумная берта грета и отчет пушка сразу у меня безумная грета потом большая берта до безумная грета он конечно называется и просим на наш канал подписываться потому что 100000 нужно обязательно подписчиков наш мы никак не разберемся с ютубом и и на этот наш дополнительный дополнительный канал да потому что не дай бог нас отключат и все тогда где вы нас будете искать вот на дополнительном канале поэтому подписывайтесь чтобы он у вас под руками был потому что он еще его вы нигде особо сильно не найдете его там поисковиках пока еще нет и второй вопрос люди очень часто очень часто пишут в чате передать кому-либо привет но у нас вроде не поле чудеса чтобы привели но можно передавать я решил структурировать этот вопрос и череповец казань саратов москва киев сызрань париж курган германия вся екатеринбург челябинск чебоксары махачкала ульяновск омск тольятти крым мариуполь нижний новгород мурманск дальний восток сочи тверь башкирия астрахань магадан иваново полтава и греция всем привет всем привет и до новой исторической эпохи осталось 555 дней и 1 час и все всем привет до свидания спасибо что нас смотрите спасибо до свидания до свидания